А перед просмотром видео, давайте-ка все представим, что сейчас еще 31 декабря. А я в очередной раз не накосячил с выходом ролика. Спасибо. Что? Это новое видео спустя 3 дня? О май гад, Ермунг, ты че, крэйзи? Всем змеиный привет, народ, меня зовут Кирилл. Буквально через несколько часов, или может минут, в зависимости от того, когда вы это смотрите, наступит Новый год. Все уж наверняка накрывают праздничный стол, кладут подарки под елку и обжираются оливье с мандаринками в ожидании того самого боя курантов. Прямо отовсюду сочится праздничное настроение. Жаль только, я хлопушку не купил. Настала пора подводить итоги уходящего года, а он оказался очень даже насыщенным. Столько всего произошло, но обо всем по порядку. Сегодня я составил для вас топ-5 самых значимых и интересных событий в науке 2019 года. Мы поговорим о черных дырах, квантовых технологиях и, конечно же, о всеми любимом Илоне Маске. Поэтому не будем растягивать хронометраж и сразу начнем. Поехали! Открывает наш топ не совсем научное событие, а скорее интересная гипотеза, согласно которой в нашей солнечной системе может находиться миниатюрная черная дыра. Звучит как заголовок для очередного шокирующего репортажа по всем известному телеканалу, я знаю. Так, в чем же тут нахрен дело? Смотрите, ученые уже давно задумываются о существовании в солнечной системе так называемой девятой планеты. Объекта, которая своей гравитацией воздействует на орбиты космических тел, находящихся за пределами Нептуна. Собственно, странное поведение последних и натолкнула на мысль об этом. Масса предполагаемой планеты составляет 5-15 земных, а удаленность от Солнца от 300 до 1000 астрономических единиц. Но пока девятая планета не была реально обнаружена. Возможно, потому что у нас нет достаточного количества мощных телескопов, или планета слишком темная, плюс она находится очень далеко. И вот, 29 сентября, кстати, совсем недавно, вышло исследование, в котором говорится. А что если мы ищем не того? В смысле, не тот объект. Что если предполагаемая девятая планета, это на самом деле черная дыра? Маленькая, правда. Вот такая. Не, серьезно. Именно такой радиус Швальдшильда имеет тело массой в 5 земных. Если это так, то мы никак не сможем обнаружить ее в простой оптический телескоп, так как черная дыра поглощает 100% видимого излучения. Сейчас у кого-то возникнет вопрос. А с чего ученые взяли, что это может быть ЧД, а не просто большая планета, которую еще не нашли? Да и разве такая крохотная черная дыра способна менять орбиты целых кавликовых планет и астероидов? Ну, вообще-то да. Еще как способна. Как говорится, гравитация, она и в Африке гравитация. И черная дыра с такой же массой, как у девятой планеты, будет оказывать схожее гравитационное воздействие. Также на границе Солнечной системы ученые периодически фиксируют эффект малой гравитационной линзы. Это когда какое-то массивное тело своей гравитацией искажает вид объектов, находящихся позади него. В случае с малой линзой, объект на короткое время становится немного ярче. И если вдруг будет замечена вспышка света на ровном месте, это может свидетельствовать о небольшой черной дыре. Первичной черной дыре. То есть той, которая с вами рвалась на ранних этапах рождения Вселенной, из коллапса плотных участков пространства. Они могут быть разными, как микроскопическими, так и очень массивными. Однако до сих пор даже косвенно подтвердить существование столь маленьких черных дыр не удалось. Потому что довольно проблематично обнаружить в космосе объект размером с мячик для пинг-понга, который, ко всему прочему, невидим для большинства телескопов. А стандартные черные дыры, формирующиеся после смерти звезд, на роль девятой планеты не подходят. Слишком они массивны. Несмотря на это, в исследовании говорится о возможных способах обнаружения подобных черных дыр. Если кратко, то, согласно некоторым теориям, первичные черные дыры могут быть окружены сгустками темной материи, частицы которой, взаимоуничтожаясь, порождают гамма-излучение. И вот если мы сможем зафиксировать такой источник гамма-излучения на окраине Солнечной системы, там, где и предполагается местонахождение девятой планеты, это может стать значительным основанием для существования мини-черных дыр прямо у нас под носом. А это значит, можно будет впервые исследовать ее практически напрямую. А пока это все находится лишь в статусе гипотез и предположений, описанных в одной статье. Поэтому только пятое место. А мы продолжаем. Ура! Свершилось! Наступил тот переломный момент, когда компьютеры смогут решать задачи, раньше считавшиеся невозможными, и на решения которых уходили бы сотни и тысячи лет. Наконец, пришла пора эры квантового превосходства. Или нет? Короче, 23 октября в научном журнале Нельчо вышла статья, согласно которой квантовый суперкомпьютер Сикамор, представленный компанией Google, смог за 3 минуты и 20 секунд решить задачу, на решение которой у самого продвинутого обычного компьютера Саммит ушло бы 10 тысяч лет. Ух, кажется, мурашки пошли. Но правда ли всё так охрененно, как кажется с первого взгляда? Ну, не совсем. Тут опять же есть куча всяких «но» и других допущений. Например, сама задача была заточена именно под квантовый компьютер и состояла в многократном генерировании однокубитных и двукубитных числовых операций, которые в последующем переводились из кубитов в числовую строку. Ещё не всё понятно с оптимизацией данных алгоритмов для Саммита, а значит и неясно точное время выполнения им этой задачи. То есть оно может быть и не 10 тысяч лет, а намного меньше. Так что назвать это квантовым превосходством в полной мере нельзя. Да и на практике Сикамор пока применить не удастся. Хотя всё равно эта новость вызвала бум в научном сообществе и, возможно, когда-нибудь человечество создаст настоящий рабочий квантовый компьютер, способный на до ныне немыслимые вычисления. Пока вы представляете, насколько крутые игры на нём пойдут, мы переходим к третьему месту. А это событие особо понравится тем, кто, как и я, любит трилогию фильмов «Парк Юрского периода». Правда, вот воскресить динозавров у нас уже не получится, а вот мамонтов вполне. Ну, я думаю, что и волосатые слоны в заповедниках будут тоже впечатляюще смотреться. В общем, дело было так. 11 марта совместная исследовательская группа российских и японских учёных, возглавляемая университетом Киндай в Японии, смогла зарегистрировать биологическую активность в клеточных ядрах, собранных из останков мамонта по имени Юка, возрастом 28 тысяч лет, которые были найдены в вечной мерзлоте Сибири. Ядра клеток мамонта были трансплантированы в аоциты мыши. Если чё, аоциты – это клетки женского организма, способствующие реализации размножения. Данный метод переноса ядер используется для получения клонированных животных. После переноса ядра мышиные белки были загружены в него, и часть ядра клетки мамонта начала формировать новую ядрообразную структуру. Понимаете, что это значит? Такое явление наблюдается при удачном клонировании животных. Следовательно, это подтверждает, что древний образец всё ещё имеет, по крайней мере, частично активные ядра. До селья не было известно, могут ли клеточные ядра, извлечённые из окаменелостей, сохранять биологическую функциональность. В этом исследовании учёные получили костный мозг и мышечную ткань из замороженного тела Юки. А затем провели подробный анализ, чтобы найти наименее повреждённые структуры, подобные ядрам. Выяснилось, что мамонт очень хорошо сохранился спустя 28 тысяч лет нахождения в вечной мерзлоте. В результате чего репликация ДНК, трансплантация генов и эмбриональное развитие древних существ могут быть возможными, если полученные ядра клеток имеют слегка повреждённую геномную ДНК и хорошее состояние сохранности. Это знаменует собой значительный шаг к возвращению мамонтов из мёртвых, сказал Кейми Ямото, один из ведущих исследователей. Как только мы получим ядра клеток, которые находятся в лучшем состоянии, мы можем ожидать, что продвинем исследования до стадии клеточного деления. Лично я буду держать за них кулачки и надеяться, что возрождение мамонтов и других относительно недавно вымевших животных, таких как птица Додо, будет возможно. А серебро в нашем топе я отдал, как вы думаете, кому? Правильно, всеми любимому и обожаемому Илону Маску. Черт, только ради него и записываю этот ролик. Помимо беспилотных автомобилей и запусков многоразовых ракет, в этом году произошло ещё одно, самое грандиозное событие, связанное с детищем Илона. 23 мая компания SpaceX вывела на орбиту первую тестовую партию из 60 спутников Starlink, каждый весом по 200 кг. Но вывела и вывела, что мы запусков спутников не видели. Только вот это первый шажок на пути к реализации самого футуристичного плана Илона Маска. Того самого единого общемирового интернета, о котором он зарекался ещё давно. Всего для осуществления проекта стоимостью в 10 миллиардов долларов требуется около 12 тысяч спутников, которые в полном составе будут выведены на орбиту к 2027 году. Вы только представьте, на нашем веку творится история. Возможно, нашим потомкам интернет со скоростью 10 гигабит в секунду где-нибудь у бабушки в деревне покажется обычным явлением, ведь он будет повсюду и очень быстрым. Можно свободно смотреть видосы в 4К и не бояться, что игры будут качаться в целую вечность. Но единственным минусом у всего этого будет, скорее всего, дороговизна такого счастья. Официальных цен ещё не огласили, однако можно предположить, что прайс будет начинаться от 49 долларов в месяц, плюс 200 баксов придётся отдать за приёмник. Хотя такие бабки будут, судя по всему, только на начальных этапах, чтобы проект тупо окупился, а в дальнейшем цены будут снижаться. Так что пожелаем удачи Маску, надеюсь, он отлично проведёт Новый год, разъезжая на своём кибертраке, а мы переходим к первому месту. И золото в моём скромном субъективном топе получает, чтобы вы думали, опять, как ни странно, чёрная дыра. Только на сей раз это не просто какая-то гипотеза или предположение, а прямое доказательство существования чёрных дыр. 10 апреля учёные из проекта «Телескоп горизонта событий» получили и анонсировали первое в мире реальное изображение чёрной дыры. Объектом для наблюдений стала сверхмассивная чёрная дыра в галактике М87. До этого у нас были лишь математические модели и симуляции того, как может выглядеть и вести себя чёрная дыра. А сейчас, благодаря множеству мощных радиотелескопов, расположенных по всей планете, мы получили нечто вроде фотографии, которую я вам сейчас покажу. Скажу сразу, те, кто рассчитывают увидеть что-то типа «Гаргантюа» из «Интерстеллара», не будут так впечатлены. Да уж, не фум, так сказать. Но это лучшее, что у нас сейчас есть. Понимаете, до этого учёные делали снимки галактик, а они, как всем, наверное, известно, очень большие. Намного больше даже самых крупных чёрных дыр. Поэтому сделать фото столь относительно маленького объекта на огромном расстоянии, 54 миллиона световых лет на секундочку, в хорошем разрешении пока не представляется возможным. У нас тупо нет таких технологий. Попробуйте снять на зеркалку марсоход, находясь при этом на Земле, и вы поймёте, о чём я. В своей группе ВК я также упоминал данное эпохальное событие. Оно фундаментально важно для астрономии и науки в целом, так как в очередной раз подкрепляет теорию относительности. Ведь чёрные дыры раньше были просто следствием из некоторых уравнений Эйнштейна. Так что, учитывая всю важность этого события, я решил поставить его на первую позицию в моём топе. Ну, вроде как ролик подходит к концу. Спасибо, что досмотрели. И напоследок мне ещё от себя хочется добавить пару слов. Во-первых, поздравить вас с Новым Годом. Странно, что я раньше этого не сделал. Пожевать успехов в грядущем десятилетии, в конце концов. Кстати, возможно, вы не заметили, но у меня появилась новая камера с петличкой, на которую я сейчас и снимаю. Своёобразный подарочек на Новый Год от самого себя. Поэтому в 2020-м уже, я думаю, не будет такого жёсткого простоя в контенте, как сейчас. И вас ожидает очень много интересных познавательных видео. Но, как обычно, ничего не обещаю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылки на все научные события из ролика найдёте в описании. Увидимся в следующем году. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!